Шахназаров отношения РФ и Запада всегда будут отношениями соперников Елены Яковлева. Мы считаем часы минуты начавшего 15 февраля перемирия, о котором договорились лидеры Минской встречи. О том, как эта встреча отражается в общественном мнении, как понять ее итоги и соразмерить с ними свои ожидания, наш разговор с известным режиссером Карином Шахназаровым. Карин Георгиевич, вы сравнили встречу мировых лидеров в Минске с прекрасным сюжетом для кино. В чем его киношенность? Чем он интересен вам как кинорежиссеру? Читайте также, США пообещали поддержать Киев в Солучая провала перемирия. Алексей Пушков, кто президент на Украине, Порошенко или Ерош? Украинские СМИ посоветовали Порошенко начать наступление на Россию Карин Шахназаров. У этого события необыкновенно сильная драматургия. Происходит значимое событие. Огромный уровень напряжения. Важно и само место действия. И четыре героя, которые в течение 16 часов разговаривают друг с другом. И у каждого из них свои цели в этом разговоре. Да, из этого можно было сделать очень хорошее кино, если бы знать, о чем они говорили. Но наверняка там были интересные моменты, и драматические, и смешные. Характеры у героев интересные, они настолько все разные люди. Из-за этого, конечно, можно было бы сделать хорошее кино. Но для этого, конечно, важно сидеть внутри и самому наблюдать все происходящее. Оценки в Минской встрече, как это часто у нас бывает, пошли в разнос. В соцсетях все кипит. Одни кричат, Путин выиграл, другие, наоборот, что он слил Новороссию. Как не потерять реализм и прагматику в оценке таких событий? Карен Шахназаров, в политике важны цели, которые ставят перед собой политики. И переговоры оцениваются прежде всего с точки зрения достигнутых целей. С этой точки зрения я хоть и не назвал бы Минскую встречу тотальной победой России и Путина, но сказал бы, что РФ в большем выигрыше, чем все остальные. И это, конечно, и успех самого Путина. Но с другой стороны, если посмотреть вообще на выигрыши США и Запада, то, конечно, нельзя не заметить, что они сумели Украину в ее нынешнем состоянии присоединить, но не к себе, это чересчур сильно прозвучит, но, скажем так, поставить под свой контроль. А поскольку Украина крайне важна для России, то в определенной степени тут есть победа Запада. Ну, а с третьей стороны им не удалось в этой стратегии под контрольностью Украины добиться всех тех целей, которые они ставили. От Украины отделился Крым, воюет за свою независимость Новороссия. Нет, нельзя сказать, что цели Запада при том развитие событий, что мы имеем, реализовались. Но если резюмировать конкретно итоги минских переговоров, то, мне кажется, в них в большей степени выиграл Путин. Потому что он нашел компромисс, который был необходим. Потому что, и это главное, что он сделал, он убедительно продемонстрировал всему миру, что Россия готова к миру, хочет его и делает для него все, что может. Он перевел ответственность за происходящее на Украину, и прежде всего, на Порошенко. После этой встречи, мне кажется, для Запада куда сложнее будет вводить новые санкции. Так что это победа. Для Новороссии он добился автономии, языкового статуса и, самое главное, не допустил разоружений и закрытия границы до того, как для этого будут созданы все условия. Поэтому все разговоры, что Путин слил Новороссию, смешные. Нет, я считаю, что минские решения скорее в пользу Новороссии. Радикальным силам всегда хочется большего. Но, я думаю, что в нынешней ситуации Путин добился максимума из того, чего можно было добиться. Скорее можно говорить о проигрыше Порошенко в этом раунде. Если вернуться к сравнению минских переговоров по накалу драматургии с хорошим кино, то, что из себя представляют главные герои. Карен Шахназаров, тут надо думать. Точка. Сегодня видел смешную фотографию в интернете. Сидят Путин, Меркель, Оланд, Порошенко. Над Путином надпись, директор школы. Над Меркель с Оландом, родители, а над Порошенко, типа двоечник, но в более неприличном варианте. Смешная картинка по мизансцене. Интересные факты. На Украине журналисток отца бы арестовали за правду о войне в Донбассе. Регионы готовы отобрать власть у президента Украины, но вообще это вопрос сложный. Для хорошего кино нужна хорошая разработка. И это, кстати, очень неответственно. Речь же все-таки о мировых лидерах. Вы сын известного политического советника. Какой угол зрения на происходящее вам задает взгляд вашего отца? Карен Шахназаров, я вижу два характерных заблуждения нашей политической и политологической общественности. Во-первых, она наивно преувеличивает разногласия США и Европы. Они, конечно, есть, но не надо забывать, что они все-таки принадлежат к единой цивилизации, являются очень близкими союзниками. Так что рассчитывать, что вот сейчас Европа бросит США и ринется в объятия России, наивно. И понятно же, что вся история с Украиной, конечно, затывалась против России, как бы наши либералы-западники не возмущались таким взглядом. И ничего удивительного в такой их политике нет. Это нормальная форма международного поведения, найти лучший вариант для себя и ослабить сильного противника. А Россия – сильный противник, она всегда была такой, такой и останется. Для Запада главная задача сегодня – не допустить возрождения Советского Союза. Небуквально, конечно, можно это не называть Советским Союзом, но им очень важно не допустить возрождения России как очень сильного государства типа Советского Союза. Поэтому они против евразийства, и поэтому они с такой страстью борются за Украину. Потому что Россия в Союзе с Украиной становится мощнейшей державой Европы, а вот этого никто не хочет. Не хотят они этого не потому, что они нас ненавидят. Хотя нельзя, конечно, сказать, что они нас любят, но страстной ненависти тут искать уже не надо. За этим прагматические цели и мотивы. Если в вашей уличной компании есть один здоровый парень, все стараются себя оградить от него. Так же и в большой политике. Все стараются ослабить какого-то большого, сильного, возможного соперника. Даже если он сейчас весьма миролюбиво настроен. Но на всякий случай его лучше ослабить. Это нормально для мировой политики. Поэтому можно предположить, что противостояние, в той или иной форме, продолжится. Дай бог, чтобы сейчас ситуация на Украине несколько разрядилась. Хотя, мне кажется, что по большому счету эти соглашения Киевом не будут соблюдаться. Однако не хочется брать на себя роль злого оракула. Но даже если они будут соблюдаться и ситуация станет менее кризисной, нам надо понимать, что наши отношения с Западом всегда будут отношениями соперников. Исходя из этого, нам и надо строить свою политику. Прежде всего иметь больше самостоятельности в экономике, в финансах, строить страну и, конечно, искать союзников. Потому что сегодня очевидных союзников, на мой взгляд, у России нет. Конечно, однозначно важность Китая для нас. Но возникает ощущение, что мы сами тормозим свое сближение с Китаем. Может быть, не надо это делать. Но в любом случае надо искать союзников.